Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь предлагает нам отрывок из Второго послания к Коринфянам, святого апостола Паула. Сегодня мы читаем с вами седьмую главу, стихи с 10 по 16, то есть до конца седьмой главы. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие. Какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинную. И сердце его весьма расположено к нам, при воспоминании послушаний всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в пятничный день мы с вами обращаем свой взор на второе послание к Коринфянам, святого апостола Павла, которое церковь предлагает нам к назиданию и для внимательного рассмотрения. Сегодня мы читаем с вами седьмую главу, стихи с 10 по 16. Апостол Павел здесь продолжает рассуждать на тему печали. Печаль бывает разная. Видите, как премудро все устроил Господь. Все члены и все чувства наши, сосредоточенные в нашем организме, они не противоречат друг другу. И мы видим, что есть печаль. И это чувство и это свойство наших эмоций вложено Господа в нас. Они дарованы нам, дарованы, как мы видим, не безосновательно. И нужно понимать, как мы пользуемся этим. Ведь гнев на ближнего — это грех. Но когда мы гневаемся и мотивируем себя бороться со грехом, без вот этой энергии, которая возникает в нас, мы не сможем решиться, встать и начать действовать. Не достигнем результата. Поэтому это чувство, как говорит апостол Павел, гневайтесь, но не согрешайте, оно должно быть в нас. И мы должны правильно его использовать. Так же и печаль. Мы видим, что есть печаль мирская, которая приводит к унынию и порой к отчаянию. Когда мы через зависть видим успех других людей, их славу, их почет, мы завидуем, мы от этого печалимся, мы унываем от того, что у нас этого нет, этих богатств, этого успеха, этих связей и так далее. Эта печаль мирская. А есть печаль по Боге. Печаль от того, что мы видим свои грехи, мы видим порой, что наш уровень духовного развития не позволяет нам узреть всех грехов. И вот эта печаль по Боге, она была, скажем так, и в жизни святых отцов, в одном из потеряков. Говорилось, когда умирал старец, которых почитали за чудотворца, братья у него спрашивают, дай последнее наставление. Он говорит, что... Какое я могу дать наставление? Ему говорят, что вот ты, великий старец, подвижник, ты уже себя осенял свою личность чудотворениями, прозорливостью. Скажи нам, говорит, ну, разве я начал хотя бы, положил начало хотя бы своему покаянию? Вот на смертном адре святой муж, который прославлен в лике святых, он говорил такие вещи. То есть он печаловался, печаловался о том, что положил ли он начало своему покаянию. И вот это спасительная печаль. Печаль от того, что мы не можем реализовать весь свой потенциал на служении Богу. Вот эта печаль, она должна приводить нас к мотивации, а не к пассивному бездействию. Вот печаль спасительная о Боге и печаль губительная мирская. И апостол Павел сам подкрепляет вот этот тезис, эти слова примером из жизни самих коринфин. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога», апостол Павел обличил их, они увидели, как они были слепы ко греху, они отрезвились духовно и увидели свой грех. Апостол Павел их, скажем так, растормошил своим строгим посланием, своим увещеванием пастырским, и они действительно увидели грех в своей жизни. И это опечалило коринфин. Но эта печаль произвела особенное действие. И вот какое, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. То есть последовало активное действие. Потому что печаль мирская, она человека демотивирует. Она не позволяет человеку действовать. Она сковывает человека по рукам и ногам. Ты завидуешь, ты гневаешься, ты распаляешься. И в то же время ты бездействуешь, становишься инфантильным, неспособным к активным действиям человеком. А здесь мы видим, произошло действие. Действие направлено к покаянию и исправлению. Печаль ради Бога. По всему его показали себя чистыми в этом деле. При всем при том, что апостол Павел указал им на грех, он показал и их успешные какие-то действия. Вы, вы показали себя чистыми в этом деле. С одной стороны, он их обличил и сказал, что вы не видите греха. В другом, с другой стороны, он здесь, скажем так, смягчает свою пастырскую речь тем, что говорит, у вас не все потеряно. Вы можете быть чистыми. И вот здесь вы чисты. В этом деле вы оказались чисты. Ваше сердце способно к духовной жизни и к жизни в Боге. Всего несколько слов ободрения помогает человеку преодолеть. Не нужно постоянно закручивать гайки. Есть лимит этого закручивания. Дальше будет уже деформация. Поэтому всегда нужно очень мудро вести свое наставление и общаться с людьми. Нельзя все время быть только строгим. Хотя строгость необходима. Она как скелет, как некая дисциплина. Но не строгость ради строгости, а строгость ради цели. Как мы, чтобы стать спортсменами, да, спортсмен занимается, он должен соблюдать режим дня, режим питания, режим тренировок, это дисциплина. И тогда будет результат. Но в то же время мы знаем, что есть такое понятие, как разгрузочные дни. Когда ты не занимаешься ни в спортзале, ни на стадионе, ни в бассейне. Ты даешь отдых своим мышцам, да, и своему естеству. Поэтому здесь то же самое. Апостол Павел, как мудрый пастырь, на чашу весов четко сбалансировал и строгость наказания, и сладость утешительного поощрения. Говорит, вы в этом деле показали себя чистыми. От этой мудрости нужно всем нам учиться у апостола Павла. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя, не ради оскорбленного. Он не ради людей писал. Не ради того, чтобы удовлетворить правосудие оскорбленного. Не ради того, чтобы, скажем так, загнать в унизительное поругание оскорбителя. Нет. Но чтобы вам открылось попечение наше вас пред Богом. Чтобы вы поняли, насколько мы глубоко переживаем о вас. Насколько мы глубоко наблюдаем за вами, вот эта глубина нашего анализа, она должна открыться вам в наших действиях. Это мы показали вам, насколько мы печемся о вас. Здесь апостол Павел как раз-таки, знаете, так косвенно показывает, что он радеет об общине Коринской, как родной отец о своем семействе, в отличие от всяких лже-братьев, которые приходят и разрушают фундамент веры. Итак, я не остался в стыде. Если чем-либо о вас похвалился пред апостолом Титом, который пришел и увидел это все покаяние Коринфян, который утешился этим покаянием, то похвалился пред ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной. То есть апостол Павел четко и правильно дал характеристику Коринфской общине. И все, что он нахарактеризовал как положительные качества, они оправдались. Мы видим, что они оказались чистыми в этом деле. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас. В конце концов апостол Павел подбадривает Коринфян и показывает, что они оправдали его доверие. И вот с таким подходом дальнейшее служение и дальнейшее несение духовного поприща будет гораздо легче, мотивирование и чувство доверия между пастырем и паствой будет только укрепляться. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем искать мира в наших общинах, в наших семьях и стремиться к истинной Божьей любви, помятуя о том, что мы должны совершать святыню в страхе Божьем. Поэтому будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог с Его страницей обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»